Ребят, всем привет! С вами Оля. Всем отличного дня, хорошего настроения. Сегодня у нас парфюмерное видео, и оно будет полностью посвящено одной из марок, которую на данный момент выводят из продаж из России. В связи с этим на них очень резко упали цены, но пока я тут разнашивала, они уже практически пропадают из интернет-магазинов. Так что, если вдруг вы увидите, берите и бегите. Это то, что стоит своих денег, естественно, по таким вот большим скидкам. Спасибо большое Лене Косметан или Хранительнице Якарены у нас на YouTube. Это она сделала такую подсказочку, и все, кто успел, все, кто быстренько среагировал, те стали счастливыми обладателями данных ароматов. Это марка Diana Vriland. Если вы успели, вы с удовольствием послушайте то, что скажу я. Если нет, не спрашивайте меня, где брала я, потому что там уже нет. Смотрите по интернет-магазинам. Мне 50 мл обошлось в районе от 1,5 до где-то 1700 рублей. Сейчас я смотрю, есть где-то в наличии по 2,2 маленько. То есть даже за 2,2 маленько 50 мл – это очень хорошая цена. Поэтому, да, поэтому с удовольствием сейчас хочу поделиться с вами своими эмоциями. У меня три аромата. Все мне пришлись по душе, и про все сейчас с удовольствием вам расскажу. Во-первых, хочу отметить оформление. Флаконы пришли в очень красивой коробке. Плюс ко всему они еще были упакованы в такую коричневую обычную коробку. Я почему-то боялась, что прислали тестеры, но нет, на самом деле. Они были упакованы еще в одну коробку для того, чтобы, наверное, не попортить внешний вид вот этой красоты. И также это все еще было в слюде, то есть прям вот упаковка выше всяких похвал. И сами флаконы. Сами флаконы вот такие вот красивые. У них у всех разные кисточки разного цвета стекло. И очень приятная такая процедура – это намагничивание, да, снятие и надевание магнитной крышечки. Очень нравится, приятно держать в руках, приятно пользоваться. Классный аромат. Еще раз повторюсь, то, что если вдруг где-то увидите по скидкам. Но я думаю, еще будет у них виток, потому что не могут прям вот за неделю-две все так вот быстро разобрать. Поэтому ищите, присматривайтесь. Первый аромат – это у нас Абсолютли Витал. Судя по пирамиде, этот аромат у нас про сандал. Но мне он больше, знаете, как кажется, аромат какого-то деревенского субботнего дня. Именно банного дня, да. Я его сейчас нанесла на себя. Для меня это букет таких вот каких-то трав, собранных, допустим, для того, чтобы заварить в бане, пить какой-то травяной вкусный чай. Либо какие-то отвары для того, чтобы ополаскивать там волосы, еще что-то. То есть, это день, посвященный бане. И именно поэтому он пахнет так вот травянист, очень натурально, очень природно. И плюс ко всему, потом добавляется аромат такого крепко заваренного дубового веника и разгоряченного дерева. То есть, сандал, да, я, по-моему, сказала, да, что главные ноты здесь сандал. Сандал мне чувствуется в качестве именно такого горячего деревянного аккорда, древесного аккорда в сочетании с множеством-множеством трав. И, скорее всего, не трав, а именно вот такого заваренного травяного напитка. Это очень по-летнему, это очень так расслабляюще. Этот аромат однозначно именно летний. Да, сейчас я снимаю июль. Июль сегодня уже 2 августа. Да, и август. Он на улице очень жарко, очень по-летнему. И вот он совсем в тему. То есть, это какой-то деревенский именно отдых. Не море, не какая-то такая вот средиземноморская жара, а именно наша жара средней полосы с банными аккордами. Такие вот у меня эмоции. Необычные, ни на что не похожие. Природно, натурально и прям вот как-то так по-русски. Хотя эта марка, по-моему, американская. Но вот они почему-то передали аромат такой вот русской бани, русского лета. Классно. А второй аромат, который я вам хочу показать, это Daringly Different. У него оформление. Коробка такая же, только оформление у него в таком горчично-бежевом цвете. И это тот аромат, который просто заставил трепыхать в моё сердце. Именно потому, что я, во-первых, не ожидала. Во-вторых, ну это моя тема. Это 100% то, что я люблю, что я ищу в парфюмерии, что я, да, на самом деле не ожидала получить. Это помада, помадная роза, нежная, очень такая деликатная, немного зеленцой. Всё, как я люблю. Если вы меня давно смотрите, да, вы знаете то, что я фанат всяких помадных ароматов. И именно здесь я его нашла, такой очень женственный, очень тонкий. В пирамиде нам пишут ут, роза, кожа, то есть какие-то такие более грубые компоненты. Для меня это мармеладная такая помадная розочка. В старте немного зеленая. Я его сейчас нанесла на себя. И вот сейчас он уже раскрылся во всей красе. То есть старт немного зеленый. Немного чем-то в каких-то моментах напоминает Дроль де Роза от Артизана, который я тоже безмерно люблю. Чем жарче на улице, чем жарче и разгоряченнее тело, тем она становится более яркой, более помадной, более мармеладной. И удовых нот никаких я здесь не слышу. И это, наверное, было бы, наверное, лишнее было бы здесь в этом аромате. Ирис пудрово-помадный. Нет, даже, наверное, пудрового здесь нет. Ирис именно помадного направления. Я не знаю, есть ли такое понятие. Но мне почему-то кажется, так вот хочется описать этот аромат. Потому что на самом деле ирисовые нотки есть, но они такие влажноватые. То есть не пыльный пудровый ирис, а именно такой влажный. И именно в сочетании с розой дают полное ощущение помадности. Ещё раз повторюсь, это одна из самых любимых тем в парфюмерии. Именно поэтому этот аромат у меня, наверное, из тройки выбился фаворит. Но все они, все классные, все ни на что не похожи. И я совершенно не ожидала такого вот развития событий. Ещё раз спасибо Лене за то, что она вовремя дала такую набодку. Вовремя рассказала, где чего и как искать. Так что, если вдруг вы увидите, я надеюсь, конечно, то, что ещё будет такая возможность. И любите помадочки всякие, присмотритесь именно вот к Darling Different. Я всё вам подпишу, какие у меня есть ароматы. Поэтому на этом всё и поехали дальше. Следующий аромат, да, такая же коробочка, только он уже в фиолетовом цвете. Очень таком ярком, очень жизнерадостном. Я не знаю, мне показались эти ароматы все такие вот ближе к летнему направлению. Потому что они на самом деле какие-то такие природные, натуральные. Про какую-то вот атмосферу, которая витает вокруг нас в нашей обыденной жизни, почему-то именно летом. Я не пробовала, ещё раз повторюсь, никакие другие. У меня только три. И этот вот у нас с таким замечательным фиолетовым уже бантиком. Это аромат для любителей чёрной смородины. Но, знаете, это не куст, это не ягода. Это скорее даже не варенье, а уже такой мармелад. То есть это уже больше, чем варенье. Это больше сладко. Но, тем не менее, здесь нет ванили, нет сахара. А именно сладость такая вот, опять же, которую отдали сами ягоды. То есть это сладость именно переспевшей вкусной ягоды, из которой сделали какое-то вкусное кондитерское изделие. И опять же, ну, лист есть. Лист немного есть. Именно он, наверное, даёт аромату свежесть. И вот ни в одном из них нет таких вот каких-то грубых ванильных нот. Ну, грубых имеется в виду сильно сладких. То есть вся сладость, которая есть в ароматах, она вся приобретена какими-то такими более, опять же, природными компонентами. То есть какими-то цветами, не знаю, травами, ещё чем-то. Ну, вот здесь вот у нас чёрно-смородиновый, возможно, сок. Пишут почули, но я не чувствую здесь почули. Почуль, почули. Здесь мне почему-то опять кажется вот какой-то чёрно-смородиновый десерт, как я уже сказала. Возможно, джем, возможно, какой-то конфитюр. И опять тот же самый травяной чай на веранде, где-то в каком-то июльском жарком саду, где кругом уже благоухают всевозможные цветы, деревья, яблони соспели, яблоки поспели, яблони все стоят. Яблоко, груши в грушах. То есть это самый пик расцветания природы. И вот такой вот очень жаркий воздух. Я сейчас описываю такие ощущения, которые буквально недавно испытывала, живя у родителей, допустим, в саду, на даче, у них дома. И у них именно вот такой вот сад, где мы пьём, допустим, летом на веранде чай. Именно вот эти запахи сопровождают повсюду эти запахи. Очень хочется собрать иногда с собой. И это получается вот, допустим, вот в таких ароматах. Полностью передаёт атмосферу именно вашего лета. Если вы этим ароматом, допустим, попользоваться больше, чем пару раз, там, несколько раз на неделе, он очень глубоко засядет у вас под корку. И в следующий раз, когда вы его будете обонять, вы просто будете вспоминать вот эти счастливые летние денёчки, проведённые, там, с детьми, с семьёй, с родителями, я не знаю, с друзьями, со всеми, с кем вам нравится проводить выходные. Немного я отвлеклась от темы, но я думаю, вы поняли то, что это запах уюта, это запах такого вот, какого-то тёплого разговора, приятного общения и чёрно-смородинового мармелада. Вот, такие у меня эмоции, я надеюсь, что чуть-чуть вам было понятно хотя бы, о чём вот этот аромат. И, в принципе, про все ароматы я постаралась передать такие вот эмоции, которые меня переполняют. На самом деле, они переполняют из-за того, что как-то это прям пришлось в тему. То есть, вот летом, именно вот сейчас, на улице очень жарко, на улице очень солнечно, настроение хорошее, и все эти ароматы также пришли с темы. Я так периодически кашусь на них и думаю, чем же сегодня оросить себя. А сейчас мы пойдём с ребёнком гулять, и я, скорее всего, надену прямо вот сейчас при вас, нанесу на себя эту помадную розочку и буду просто наслаждаться жизнью. Это очень вкусно, это очень приятно. Кремово, нежно, как-то бархатисто так укладывается на кожу. То, что я просто кайфую. Всё, мы пошли гулять, мы пошли кайфовать. Такое PS, Post Scriptum, все ароматы на мне держатся долго, достаточно долго, и проблем с стойкостью я не наблюдаю. Если вам было видео полезно, ставьте пальчики вверх. Если вы что-то успели прикупить, напишите, на что ещё можно обратить внимание. Возможно, где-то ещё можно найти будут эти сокровища. Но да, скоро это на самом деле будут сокровища. Так что сейчас ещё есть время что-то, что-то найти. Мне кажется, любой можно аромат схватить и быть счастливым. Всё. Всех люблю, целую. Пока.